МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Неожиданная развязка, новый поворот в эпопее об обманутых дольщиках. Четверо погибших и почти 70 травмированных. Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за полгода. И нет преград перед искусством. Музейный ресурсный центр будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Громкое дело об обманутых дольщиках, похоже, сдвинулось с мертвой точки. За строительство дома номер 20 по улице Северной после длительного перерыва взялась новая строительная фирма. Напомню, в 2010 году предыдущий застройщик ноябрьская строительная компания была признана банкротом. С тех самых пор люди, которые вкладывали в возведение трехэтажки свои кровные, остаются без жилья. Подробности в первом материале выпуска. Вот эта улица, вот этот дом. Печально известный долгострой по Северной 20. Он когда-то подарил людям надежду на светлое будущее. А в итоге судебное разбирательство, война за стройщиком, километры вымотанных нервов. Пока шло строительство, рассказывают люди, что один из дольщиков умер. Еще у одного случился инсульт на нервной почве. Чтобы купить здесь еще даже недостроенные квадратные метры, многие брали кредиты, влезали в долги. И это в период экономического кризиса. В марте 2011 года мы узнали, что компания находится под Байкроссом. И дом выставили на торги. После этого было принято решение подавать в суд о закреплении за собой долей. Где, конечно, мы все дольщики выиграли этот суд. И дом уже был снят с торгов. И все после этого стали предприниматься решения по достройке дома. Новость о том, что предыдущий застройщик банкрот грянула, как гром среди ясного неба. Причем люди узнали об этом спустя год, после того, как процедура банкротства была практически завершена. Лишь чудом они успели узагонить права на свои доли в трехэтажке. А вот директор ноябрьской строительной компании, фирмы, которая объект возводить начинала, Алексей Жуков, свои притязания не на жилплощадь, не на цокольный этаж доказать так и не сумел. Ни одного документа на подтверждение оплаты хоть какого-то квадратного метра в данном объекте нет абсолютно, не подтвердилось. Вроде как он задевает новую стройку. Я просто не знаю. Я от лица своих дольщиков, которых просто знаю, насколько они выстрадали все в этот период ожидания квартиры в этом доме. Не надо попадаться на уловку к этому человеку. Ну, человек, потому что он ненадежный. Вселиться в недострой дольщики должны были еще в 2009 году на дворе 13-й, а люди все еще живут в съемных квартирах или ютятся у родственников. Впрочем, ждать новоселья им осталось недолго. Буквально на днях доделывать брошенный дом взялась новая строительная компания. Как говорят, с большим опытом и хорошей репутацией. Ну, ряд трудностей, конечно, есть. Дом долго стоял уже, без крыши. Кое-что там надо разбирать, менять в верхней части. Ну, самое то, что пока более, будем говорить, такое долго восстанавливающее, это проектная документация, которая потеряна, соответственно. Сейчас чем мы и занимаемся. 13 лет на строительном рынке. Ноябрьск, Муравленко, Таркасале. География, работ. Принять в ноябрьский долгострой общество «Стройдом» просили и местные власти, и окружной фонд жилищного строительства. Своё согласие фирма дала и принялась за дело. Со дня на день этот безликий пейзаж заиграет новыми красками. Мы как только получили разрешение на строительство, продолжение строительства этого дома, соответственно, мы приступили к уборке территории. Тут было всё захламлено. После прежнего, как будем говорить, застройщика. Всё это вывезено. Площадка строительная подготовлена, как вы видите, уже много раз. Сейчас, как только, сейчас на выходные дни выводим сюда кран, уже гусеничными, большими, и начинаем завозить материалы. Свой угол для обманутых дольщиков – мечта, которая так близко и так далеко. В погоне за ней жители города вот уже 6,5 лет. Когда-то, объединив усилия, они создали жилищный кооператив, который получил название «Надежда». Теперь лишь время покажет, оправдаются ли надежды дольщиков на нового застройщика. Сдать дом фирма обещает в мае следующего года. Кирилл Мигель, Анатолий Пресич, новости нашего города. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован в банке нормативных актов. Уполномоченный орган устанавливает критерии, в соответствии с которыми граждане, чьи денежные права привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, относятся к числу пострадавших. Также будут выработаны правила ведения реестра пострадавших дольщиков. Пожаловаться на рост тарифов можно по телефону. С сегодняшнего дня в общественной палате РФ начинает работу горячая линия по приему жалоб на необоснованный рост тарифов ЖКХ. По бесплатному номеру, его вы сейчас видите на своих экранах, можно будет обратиться с вопросами к специалистам в любой день с 9 до 6 часов по московскому времени. С сегодняшнего дня пенсии у работающих пенсионеров станут больше. В августе пенсионный фонд производит ежегодную корректировку этих выплат. В отличие от индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка при перерасчете носит сугубо индивидуальный характер и зависит от нескольких факторов. Кстати, с 2010 года такая ежегодная корректировка производится в беззаявительном порядке, то есть работающему пенсионеру нет надобности приходить в пенсионный фонд и писать заявление. Сумма у всех абсолютно разная, у всех абсолютно индивидуальная. Кто-то может получить прибавку в размере 100 рублей, кто-то больше. То есть это все зависит от зарплаты, от количества страховых взносов и в том числе от возраста пенсионера. На беззаявительный перерасчет страховой части имеют право получатели трудовых пенсий по старости и трудовых пенсий по инвалидности, за которых их работодатели производили отчисление и уплату страховых взносов за 2012 год и за первый квартал 2013 года. Очередное ДТП в ноябрьске минувшей ночью на улице Магистральной столкнулись Девятка и Семерка. Как установили инспекторы ДПС, водитель Девятки при повороте налево не уступил дорогу Семерке. В аварии серьезно пострадал водитель ВАЗ-2107. Сейчас он находится в стационаре. Сотрудниками госавтоинспекции города Ноябрьска также установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2109 ранее был лишен права на управление транспортными средствами. По данному факту был составлен административный материал. Также установлено, что стаж вождению водителя ВАЗ-2109 не превышает одного года. За 7 месяцев этого года на дорогах Ноябрьска зарегистрировано более полутора тысячи ДТП. 69 человек получили травмы, а четверо погибли. Помимо того, за превышение скоростного режима наказаны более 16 тысяч автовладельцев. Почти 900 водителей заплатят штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора. 3,5 тысячи не предоставили преимущество пешеходам, еще 2,5 тысячи водителей попались непристегнутыми ремнями безопасности. Более 500 человек управляли своим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Больше двух десятков употребили перед поездкой наркотики. К тому же, три сотни водителей подверглись административному аресту. Госавтоинспекция России совместно с общественной организацией движения безопасности объявляют о старте новой всероссийской социальной компании «Шлем всему голова». Проект направлен на безопасность водителей и пассажиров мототранспорта. Акция продлится до 15 сентября. В течение этого времени сотрудники ГИБДД будут проверять не только наличие шлемов, но и контролировать соблюдение мотоциклистами правил дорожного движения. На территории Ноябрьского региона зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в результате которых пострадало 7 человек. Из них 4 дорожно-транспортных происшествий совершены по вине мотоциклистов, которых 4 человека пострадало. Госавтоинспекция города Ноябрьска обращается ко всем владельцам двухколесных транспортных средств с просьбой в обязательном порядке обеспечить себя средствами пассивной безопасности и в первую очередь защитным шлемом. Использование защитного шлема в случае дорожно-транспортного происшествия сократит риск получения серьезных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%. Долгожданное событие для водителей. Вчера вечером на городских улицах появилось освещение. Напомню, в понедельник в пресс-службе администрации новостям нашего города пояснили, что светло на дорогах будет не раньше 1 августа. Однако на некоторых улицах Ноябрьска фонари загорелись еще вчера. В первую очередь это связано с многочисленными жалобами автомобилистов. Сегодня же фонари загорятся на всех, без исключения, городских улицах. Остановки в поселке Северная Нива все-таки будут. Напомню, он разделен на два небольших жилых района. Один – это две капитальные двухэтажки и деревянное одноэтажное общежитие. Он находится непосредственно перед въездом на территорию сельхозкомплекса. Там и останавливается единственный курсирующий в поселок автобус. Второй район – совсем в противоположной стороне. Там люди живут в бывшем административно-бытовом комплексе. Им до своих квартир пешком с авоськами из города люди возят продукты и прочие необходимые вещи. Приходится идти еще полкилометра. Но скоро эти неудобства останутся в прошлом. В сентябре пообещали в администрации в Северной Ниве установят еще два остановочных комплекса. Итого в поселке их будет три. В этом году мы запланировали, включили в перечень основных мероприятий обустройство двух автобусных остановок на Северной Ниве. Это в районе КПП и в районе разворотной площадки. В настоящий момент размещен муниципальный заказ на сайте администрации на ВПП-подрядчика. 12 числа состоится конкурс, после чего подрядчики приступят к выполнению данных работ. Думаю, в сентябре уже остановки будут стоять обустроенные с заездными карманами, с посадочными площадками, с подходными тропорами. Правительство России утвердило ямальскую программу по переселению соотечественников. Она рассчитана на пять лет и планируется, что за это время на Ямал приедут около тысячи человек. Прием анкет ведет окружной департамент международных и внешнеэкономических связей. С начала года заявки в рамках старой программы переселения подали больше 60 человек. 38 из них получили отказ. Причина – отсутствие требуемой профессиональной квалификации или вакансий в целом. По последним данным, в округ по профильной программе уже прибыли 43 человека из Украины, Казахстана и Киргизии. Федеральная миграционная служба разработала проект новых правил отбора мигрантов, которые хотят получить вид на жительство в России. Об этом пишет газета «Известия». Так кандидатам будут начислять баллы за стаж работы по специальности, знания русского языка, опыт работы в России, наличие предложений трудоустройства и родственников в нашей стране. Чтобы получить вид на жительство, набрать необходимо 75 баллов из 100 возможных. Прежде всего, будут учитываться возраст и образование. Если человеку от 21 до 45 лет, начислят 20 баллов, старше 55 – 0. Наличие ученой степени оценивается в 25 баллов. Мигранты с образованием ниже среднего необходимых баллов набрать не смогут. С одной стороны, введение бальной системы чисто теоретически способно улучшить качество трудовых ресурсов, привлекаемых Россией. С другой стороны, если та же Канада, где уже давно действует подобная практика, интересна для высококвалифицированных специалистов, то к нам, какую бы бальную систему мы не использовали, все равно будут приезжать люди, обладающие более низкой квалификацией. Это обусловлено уровнем развития нашей экономики, прокомментировал эксперт. Далее в программе о том, что интересного для своих читателей подготовили журналисты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Компании «Газпромнефтноябрскнефтегаз» прошел день практиканта. На нем будущие нефтяники создавали компании, выстраивали бизнес, формировали груз, который затем доставляли клиенту по железной дороге. Кроме того, нынешним студентам рассказывали, что такое стандарт красоты, «Газпромнефти». Обо всем этом ноябрьцы узнают, открыв четвертую полосу газеты. Определены самые аварийные места на ноябрьских дорогах. О пьяного лихача, убившего двоих людей, суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. О хронике необъявленной гражданской войны на наших трассах читайте на шестой полосе газеты. Житель Ноябрьска нанес своему сыну серьезные травмы и был осужден. А поводом для этой семейной трагедии стали компьютерные игры. Судебный очерк о том, как это было, читайте на седьмой полосе газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. И последнее. Городской музей закрыт на ремонт. Снаружи здесь полностью переделают вход, установят новый, более удобный пандус для маломобильных групп населения и установят кнопку вызова персонала. Тот подъемник, что находится внутри помещения, будет наоборот демонтирован. Его заменят на современный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в МРЦ переоборудуются нузлы, обновят выставочные залы и приведут в порядок служебное помещение. Уже 1 сентября музей вновь распахнет свои двери для горожан. В этот день здесь начнет работу выставка работ мастеров из окружной столицы. Лифт будем устанавливать после того, как он придет. Заказали в городе Новосибирске, поэтому обещали они в течение 40 дней нам его сделать. Как сделают, так придет, мы его установим. А все работы внутренние в течение 20 дней закончить в помещении. Мы хотим этим ремонтом добиться того, чтобы обеспечить более легкий доступ к нам в помещении музея маломобильных групп населения. Вот мы очень активно в последнее время работаем с инвалидами, например, с детьми-инвалидами, реализуем программу «Мой друг музей». И нам бы хотелось, чтобы им было очень комфортно и уютно в музее. И на сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 2 августа в Салихарде-Пасмурно. Ветер южный, температура 18 градусов выше нуля. В Муравленко переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. В ноябрьске облачном возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура 20 градусов.